Внимание! В ролике присутствует ненормативная лексика. Сегодня будет необычный видос. Я буду отвечать на ваши вопросы на фоне того, как я рисовал картину на заказ. Маленькая картиночка А4. Я решил ее снять полностью весь процесс в стиле Speed Paint. Короче, смотрите и слушайте. Я закинул три картинки в ВКонтакте, Ютуб и Инстаграм с предложением задать мне вопрос. Накопилось порядка сотки этих вопросов, и я выбрал те темы, на которые хотел бы поговорить, и получилось 37 вопросов. Кое-какие повторяются, и поэтому я буду пачками выдавать информацию. Что касается музыкального сопровождения, на фон буду ставить своих ребят, которые все это время помогали мне с саундом для моих видосов. Может получиться немножко сумбурно. Им, во-первых, респектуля, и все ссылки на их ресурсы вы найдете в описании, если зайдет и вы захотите послушать. Так, вопросы. Побьем по темам. Давайте сначала самые животрепещущие, которые больше всего интересуют людей. Вопрос, кто же набит на левой руке? Это Дюжев. Полеоксидантный. Ну, точнее, Саймон из фильма «Жмурки». А Дюжев его играл, соответственно. Не, салат какой-нибудь и сок. Какой сок? Ну, хороший какой-нибудь, только не томатный. Вот, все, наконец-то. Не спрашивайте больше об этом, пожалуйста. На стримах не спрашивайте. Ну, к теме татуировок мы еще вернемся. Ну, сначала я отвечу на вопрос пользователя с ником «Синий Макак». Кстати, спонсор. Привет. Самый важный, пожалуй, вопрос. Почему ты решил записать такое видео? Есть ролик на канале, показывающий твое крайне негативное отношение к подобному роду контенту. Ну, во-первых, если так рассуждать, то я вообще в этом ролике был положительно настроен к подобному роду контенту. Ну, понятно, да, негативно. В общем, зачем я это сейчас сделаю? На стриме очень часто задают одни и те же вопросы. И я хочу избавить себя и своих зрителей от постоянного повторения. И сейчас я просто сделаю ролик, на который отвечу на самые часто задаваемые вопросы. И потом этот видос просто буду кидать каждому, кто интересуется тем или иным. Больше всего, я так смотрю, интересует история про подвал. Откуда он у меня взялся, арендую я его или чего вообще здесь. Рассказываю. Этот подвал приписан к моей квартире. Раньше здесь сидел батя. У него тут все было завешено поплавками, удочками. Он угорал по рыбалке. И основная тема подвала здесь была рыболовная. Он также здесь сидел с своими товарищами. Они планировали, куда поедут в следующий раз на рыбалку. Ну, в общем, такая база была. А потом его не стало. И подвал освободился. Ну, первым делом мы сюда с друзьями завалились пивасиком и приставкой. И это продолжалось довольно долго. То есть это был как такой мини-притончик наш. Это еще было до того, как я начал рисовать и заниматься творчеством. Мы здесь постоянно смотрели разные фильмы. Играли на двоих. Их тут текен, киллзон. В общем, прикольно время проводили. А потом я заинтересовался рисованием. И это место постепенно превратилось в мою мастерскую. Ну, и до сих пор это как-то получается совмещать. Подвал находится четко под моей квартирой. Под моей комнатой. Поэтому это довольно удобно. Если я захотел, допустим, пойти порисовать вонючей краской. Или, допустим, попилить деревяшки, пошуметь. Я иду вниз. И все близко. Никакой отдельной аренды я не плачу. Электричество здесь, кстати, бесплатное. Так, следующий пак вопросов касается моего творческого пути, начала и вообще, как это все происходит и начало происходить. Насколько давно? Мне кажется, что любой ребенок занимается творчеством еще в детском садике. Там заставляют так или иначе подделочки какие-то лепить и всякое такое. Ну, это понятно, это в программу входит. Но чтобы осмысленно взять и сделать что-то такое, что не просят, что хочется самому, это вот эти трафареты. Получается так. Марихуана и псилосибиновые грибы. Я не знаю, сколько мне было, это было, наверное, лет 14-13. В общем, привлекала тема чего-то запрещенного такого. Вот я хотел прям сделать такие трафареты, чтобы... О, трава! Ой, блядь, наркоманы. Ну, мелкие хули. Ну, и потом я забросил всю эту трафаретную историю. Вернулся к ней уже осознанно после того, как посмотрел фильм «Выход через сувенирную лавку». Вот это действительно было таким мощнейшим импульсом, когда мне прям реально захотелось стать частью вот этой всей стрит-арт-движухи. Ну, тут еще вопросик такой, подвопросик. Что я хочу добиться? Ну, не знаю, по-моему, очень обширная тема, очень глубокая. И мы ее, наверное, столкнем на заднюю часть видоса, на чуть попозже. А теперь, что касается доходов. Я работаю уже с 16 лет. И за это время я чего только не перепробовал. Начиная от курьера, заканчивая строителем, мерчендайзинг, логистика, вот все вот это, вот все, что можно. И все это мне не нравилось. Ненавижу работать. Ну, в том плане, что работает труд для меня, это две разные вещи. Работать на кого-то ради того, чтобы просто заработать денег, никак не реализовываясь в этом. Это хуевая идея. Ты далеко на этом не уедешь. Хотя хуй знает, может быть и уедешь. Разные люди бывают. Кому-то норм. Но вот мне нет. Мне хотелось зарабатывать своим увлечением. Мне всегда хотелось зарабатывать тем, чем я хочу заниматься. И в какой-то момент у меня получалось это делать. Я рисовал портреты на заказ. Когда эта тема пошла, я подумал, вот оно, ради чего я вообще старался. Я зарабатываю любимым делом. Но не все так просто. Через какое-то время мне это начало дико надоедать. Портреты в своей массе, в основной, очень одинаковые. То есть это или парочки, либо это просто портрет. И ты рисуешь это без конца. И в какой-то момент ты понимаешь, что тебе это надоело. Тебе хочется что-нибудь поинтереснее внедрить. Но заказчик хочет конкретного. И ты ничего не сможешь с этим сделать. Если, конечно, хочешь от него получить денежку. И в какой-то момент я понял, что это мне вообще все надоело. Мне полностью отбило желание рисовать вот эту коммерческую фигню с портретами. И я бросил это занятие. А то, что я сейчас рисую портретик, ну это так, по дружбе. Короче, лишив себя возможности зарабатывать на портретах, вопрос монетизации остался открытым. Казалось бы, 40 тысяч на ютубе. Но я не могу заломить большую сумму за рекламу. Надо трезво оценивать возможности и цифры. Поэтому в ближайшее время, хочешь не хочешь, работать придется. Монетизировать свое творчество бывает довольно сложно. Имейте в виду, когда начинаете этим заниматься. Давайте по татуировкам. Я не уверен, что каждый из них несет смысл. Кое-какие передают мое настроение. Какие-то просто, ну просто. Я не слишком серьезно к этому отношусь. Понятное дело, что я про все рассказывать не буду. Ну про одну вот чуть-чуть. Это из инстаграма вопрос. Только недавно заметил, что твоя правая голень забита. Когда сделал эту татуировку и будешь ли добивать? Она, кажется, не опоясывает всю голень. Да. Я делал ее по дружбе несколько лет назад. И в планах было закатать все две ноги. Потом мы с этой девочкой поссорились и все. Сейчас следом два вопросика, которые на одну тему. Будешь ли создавать еще тотемы и рисовать на черепах? Тотемы мы планируем создавать каждый год. В начале лета. Не больше. И по поводу черепов. Да, идея интересная. Я обязательно к ней вернусь. Но пока хочется постритартить чуть-чуть. Черепа никуда не убегут. Засесть в мастерской и расписать парочку всегда успеется. Будут ли новые эксперименты с черепами? Примите участие на фестивале Глич в новом году. Если он будет проводиться. Не, Глич уже все. Ну, с черепами я ответил. А Глич нет. Его больше никогда не будет. Они переделались в Sold Out Gallery. Это совсем другая тема. Без ивентов. Подведем промежуточные итоги. Как вам такой формат? Получается такой. Более разговорный. Напишите в комментариях. Можно будет какую-нибудь тему более подробно разжевать. Ну, или вообще о чем-нибудь поговорить, что вам интересно. А вот по поводу таймлапса, ну, тут, считай, проба пера. Для меня это в новинку. Если вам заходит такого рода съемка, и хочется понаблюдать за процессами, то могу порекомендовать вам канал Art Ballon. Художник тысячи планет. Там автор создает свои картины при помощи техники spray paint. Очень залипательное зрелище. Я когда-то и сам пробовал рисовать таким способом. И порой удивляюсь интересным приемчиком, который он там исполняет. Мое любимое видео, где он обозревает свои уже готовые работы. Лично мне было интересно. Ссылочку на канал я оставил в описании. Подписываемся, не стесняемся. Давайте дружно поддержим начинающего художника. Так, теперь давайте про игры и музыку. Про музыку. Спрашиваю, какую слушаю и вообще, что тут. В последнее время начал больше делать акцент на русскоязычных музыкантов. Ритм это, конечно, классные все дела. Но в последнее время хочу прям понять смысл. Что хотят донести. О чем хотят поговорить. Вот это для меня сейчас важно. И поэтому и старье слушаю разное русское. И современное что у нас. Рэп, мамбл, пизду. Что-то вот больше углубляюсь в поиске чего-то старого, забытого. Русского такого. А что касается игр, я вот ценю синглплеер сюжет. Чтобы до меня донесли, что-то интересное. Со мной поиграли. Вот с одним, без мультиплеера. Тут недавно прошел Сайлент Хилл второй и третий. Прям кайф. То, что надо. С перерывами прям вот это. Лучше фильмов, лучше книг, лучше всего. С погружением. Вот заходишь в историю какую-нибудь, с которой взаимодействуешь. Вот это вещь. Володь, привет. Я смотрю тебя из-за крастера. Ты как-то у него мелькнул в видео. Интересно, как ты относишься к панку и к do it yourself. Если относишься, то как попасть в этот движ? Что, серьезно, в видосе у крастера засветился? Я помню, он пост делал. Чтобы в видосе прям... Нет, такого, наверное, не было. Но не суть. Мое отношение к панку. Мне кажется, DIY и вот вся эта самостоятельность, она является фундаментально важным элементом в панк-культуре. Ну, для меня, по крайней мере, как я это вижу. Для кого-то это и ракезы, и нашивки. Но, на мой взгляд, панк – это нечто более глубокое, нежели просто вот эта вся косметика и внешка. Это философия того, что ты можешь автономно существовать, занимаясь всем тем, чем хочешь. Ну, на мой взгляд, это так. Отношусь, разумеется, положительно к этому. Ну, в рамках разумного, соответственно. Какой из своих работ больше всего доволен? Мне вот до сих пор нравится Фредди Крюгер 12-го года, который я рисовал на фарше. Он мне так легко вышел прям. Вот я даже потом не подрисовывал толком ничего. Прям идеально с трафиков лег как надо. Прикольный был фест, кстати. У меня есть видос на канале. Я, правда, там ничего не говорю. Просто, типа, атмосфера. Вот если хотите посмотреть, посмотрите. Вопрос. Если я захочу приколюх всяких тебе передать, куда писать или обращаться? Если хотите мне сделать какой-нибудь подгончик, то пишите мне лично, я вам скажу адрес. Вот так. Остались ли у тебя еще твои старые видео и картины? Очень хочется вновь окунуться в твое старое творчество. То, что я мог показать, мультипликационные версии всяких наркотических приколов. Я показал, потому что осталось только ебаная, блядь, документальная съемка. Но я не могу на ютубе это показывать, так что извините. А кто не в курсе, то у меня есть два видоса на тему моего творчества старого. Вот подсказки вылезли, ознакомьтесь. Володь, подскажи идею столика для ноутбука, чтобы на кровати можно было работать. Я сейчас начал использовать свои старые скамейки для медитации. Идеально подходит. Просто вот на кроватку ставишь, все. Ноут сверху и джойстик в руки. Прекрасно. Так что это. Крафт себе скамейку для медитации. Заебешься сидеть за компьютером, посидишь в тишине. Будет ли еще партия футболок мусорный стиль? У меня из всех пяти штук осталась только одна. И я ее буду хранить, как зеницу ока, вот до конца. Чтобы лет через двадцать посмотреть на нее, такой, ух, первый дроп. А так, по мерчухе, конечно. Сейчас разбогатею и по-любому что-нибудь запущу. По-любому. Иван Зайцев, кстати, спонсор. Здравия тебе. Пробовал ли ты роспись, миниатюр или что-то подобное? Мне очень не нравится расписывать миниатюры, вот эти все мелкие детали. Даже в тот момент, когда я рисовал вот эту азиатку с пулеметом, я зарекся, думаю, никогда больше не буду делать такую мелкотню. Но от нее я никуда не деться. Я уже завалил почти еще одну картину в таком формате. Так что для меня это максимальная миниатюра. То есть еще меньше? Нет. Мне не нравится. Мне вот побольше, блин, побольше чего-нибудь такого, чтобы где-то косячил, чтобы не видно было, что-то так, коп, мазнул. Так, оп, все, художественный стиль. Почему меняется формат? И когда ты отменишь платную подписку, потому что нечестно, что кто-то видит все, а кто-то чуть-чуть. Илья. Окей. Давайте по порядку. Почему меняется формат? Ну, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Если мне что-то хочется делать, я делаю. Меняю формат или остаюсь на нем же, на старом. Это нормально. Вот это как бы свобода моего творчества. Она так выражается. И когда ты отменишь платные подписки? Я только-только к ним пришел. Я хочу хоть немножечко дать себе возможность получить спонсорскую поддержку от своих зрителей. Я ее не буду отменять. Не честно, что кто-то видит все, а кто-то чуть-чуть. Все, кто подписан на канал, видят все полностью. Только мои спонсоры получают дополнительный материал, который относится очень косвенно или вообще даже не относится к основной тематике. Это просто небольшой бонус за то, что они поддерживают меня рублем. Вот и все. Если я, Илья, как-то тебя ущемляю, лучше отпишись, плиз. Тогда и спокойнее мне и тебе будет. Ну а кто хочет поддержать наш канал, то ссылочка на спонсорство лежит в описании. Тем более скоро выходит краткий обзор разных редких прикольных деревяшек, которыми мы недавно пополнили наши запасы. Стараюсь частенько радовать подобными бонусами всех наших спонсоров. Собираешься ли ты возвращать свои стикеры в продажу? У нас к концу лета планируется дроп одного стикербука. Ну, это я не буду сейчас афишировать. Все увидите, когда это произойдет. Будет круто. То есть будут стикерочки к концу лета. Ну а чтобы сделать свой пак второй, мне нужны бабки. Блять. То есть вот к этому все идет. Ты вроде как свободен к творческому порыву. Все, все хочется, горишь. А сталкиваешься вот с этой вот реальностью, в которой у тебя нету нихуя. Не давать не буду. Найдите дальше. Погнали. Вова, будет ли кастомизация старых вещей? Кастомизация это круто. Но если я буду постоянно сидеть в подвале, я когда-нибудь соскучусь. Мне хочется сейчас, вот в данный момент, после всей этой пандемии и карантина, хочется вырваться и полазить по каким-нибудь крышам. Залезть куда-нибудь, где можно наклеить стрит-арт. Вот этого я прям хочу. У меня и экшн-камера появилась. Все для этого есть. Поэтому, друзья, извините. Но вот хочу стрит-арт. Вот сейчас в ближайшее время буду топить туда. Довольно необычный вопрос. Какие были травмы? Травм было не так много. Была переломана ключица. И, кстати, из переломов, наверное, это все. Однажды обжег жопу пакетом салфановым. Ну, это фигня. И два сотрясения мозга. Ну, тоже детство, детский садик. Безудержный образ жизни. Когда летишь головой во все. Кстати, вы, не знаю, в курсе, нет, когда происходит сотрясение мозга, ты на следующий день плюешь. Это такой показатель. Так что, если ударились головкой и заболевали, то это по-любому сотрясение. Так, возвращаемся к вопросу. Чего хотел бы добиться в своем деле? Да. Почему я отложил? Потому что в начале ответов на вопрос взял себе ледокол крепкий, 8%. Что-то он подразъебал, пока отвечал. Ну, вот погнали по глобальным вопросам. Чего бы хотел добиться в своем деле? Что для тебя главное в жизни? О чем ты мечтаешь? Чего бы я хотел добиться в своем деле? Я хочу сделать что-то новое. Чтобы, когда вы смотрели эти видеоролики, либо смотрели на мои работы на улице, или в интернете. Чтобы они как-то отзывались вас. Чтобы видеоролики вам нравились. Чтобы было приятно и при этом задорно смотреть их. Чтобы после того, как вы их посмотрели, вам захотелось что-то сделать. Не обязательно руками. Откуда такая любовь к карту? Почему нравится рисовать? Мне не нравится рисовать. Мне нравится смотреть на финальный результат. Вот говорю правду. Я получаю удовольствие от процесса нанесения изображения только тогда, когда я начинаю поправлять маленькие черные контуры. Это или глаза, либо что-то такое вот совсем мелкое, чтобы вот я такой, хоп, сделал последний мазок, и такой, да, вот только тогда я получаю удовольствие. Все остальное время мне оно кажется недописанной. Мне хочется побыстрее это исправить, и фу. Нет. Процесс мне не впирает. Но он очень полезный в плане медитативного погружения. Если не отвлекаешься и просто сидишь, рисуешь, это очень полезно для тебя самого, для твоего здоровья. Это факт. Кроме твоей спины, кстати. Потому что по-любому сутулишься, блядь. Что для тебя главное в жизни? Для меня самое главное быть честным с самим собой. То есть, если мне что-то хочется делать, я должен это делать. Если я что-то хочу сделать, но понимаю, что не могу это сделать, я тоже должен к этому быть готов. Не юлить перед самим собой. И, соответственно, перед другими. Потому что, когда ты начинаешь одевать маски, вести себя так, как тебе не свойственно, вся жизнь просто идет нахуй. Никакого удовольствия, лицемерия. Надо быть собой. Таким, какой ты есть. И этого не бояться. Надо иметь храбрость, признать, что у тебя проблемы, блядь. Пиздуй, в общем, ладно. Давайте. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видеоролик. Вам большое спасибо. Давайте, пока. Ты еб твою мать. Скажи, я старался. Нет, салик у нас старался. Во. Говно. Да и ладно. Л. Д. Лох. Лох пишет. Слушай, давай это. Че, это ж не я придумала. В, Л, Д. Все, подпись есть. Чего, кого? На потолок. А, 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 а. Ой, потекла. Еб твою мать. Я же говорю, лох. Че ты не веришь мне? Да это просто слишком жирная краска. Ну, да, 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 да. Да, конечно. Да и похуй, блядь, какая разница. Оправдывайся. Ну, я же подписал. Все. Документированный. Хорош. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ